Китайский фондовый рынок Он развертывается на наших глазах Потому что когда было первое падение рынка Рынок, они за год его накачали За 2014, разом в два За счет того, что там, как во времена Великой Депрессии Скинулись инвестировать, все кому не лень Накачал все служить, а теперь он сдувает Сколько лет назад я давал комментарии Что кризис там неизбежен Потому что есть законы Если рынок сдувает, на 30% как у них произошло То в последующем ситуация развивается Достаточно предсказуемыми последствиями Эксперт указывает на схожесть Показатели китайского кризиса С Великой Депрессией В Китае кризис перепроизводства Основанный на внешних долгах А также падение импорта и экспорта Фондовые рынки США тоже падают, но не так сильно И имеют значительно меньше риска Впасть в кризис Наступление возможной рецессии в мировой экономике Эксперт связывает именно с замедлением китайской экономики Я вот посмотрел на американские индикаторы Там есть многие люди, которые говорят Что в Америке там рецессия может наступить Ситуация такая, что безработчик Там реально практически до 72% Что было во время Великой Депрессии Но в принципе я не вижу пока вот таких вот индикаторов В исключении пузыря на фондовом рынке Которые говорили бы о том, что будет очень серьезное замедление Потому что кредитование там вроде идет Параметры банковского сектора Ну они там в принципе нормальные Я думаю, что сейчас это будет очень тяжело Тоже они там приостановили, что это какие-то там меры А в результате, когда инвесторы понимают Что ну не можно нарастить, все побегут Я так полагаю, что если китайская экономика замедлится То соответственно в мировой экономике вообще может наступить рецессия Для России последствия этих падений будут тяжелые Еще большее снижение цены на нефть Вызовет еще большее ослабление рубля И еще большее падение фондового рынка Эксперт связывает возможное усугубление ситуации С бездействием правительства С несогласием крупных капиталовладельцев Пустить на рынок мелкий бизнес С отсутствием элементов госпланирования Финансовой ответственности И защиты финансовой системы от доллара Улучшение ситуации в мировой экономике Эксперт связывает только с ростом экономики России Поскольку и США, и Китай уже все свое построили Сейчас все страны, они не могут быть драйвером роста У Китая он уже все свое построил Там стоят города пустые, аэропорт пустые Америка, как она может развиваться Они же социализм-то не будут строить Единственная страна, которая сейчас может быть драйвером Не только роста внутреннего Это Россия Потому что Россия это реально неинвестированная территория Страна, в которой вообще ничего нет Просто вообще нет Поэтому если в России мы сейчас одумаемся Если глава государства будут иметь политическую волю И он надавит на своих паразитов, которые там сидят Я думаю, что все будет нормально В эфире была рубрика «Экспертное мнение» Специально для Накануне ТВ Подписывайтесь на канал Накануне ТВ И смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение»